Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И говоря о первом послании апостола-евангелиста Иоанна Богослова, мы обратимся теперь непосредственно к тексту первой главы. Собственно, текст начинается прямо содержательным разговором, бросается в глаза отсутствие традиционных надписаний, приветствий. Этому можно найти какие-нибудь объяснения, все они будут равно неубедительными. Важно, что прямо человек, который составляет это послание, сразу переходит к делу. И вот он говорит о том, что мы пишем вам, мы свидетельствуем о том, что мы сами видели, слышали, осязали собственными руками. Он говорит о передаче того опыта, непосредственного контакта с Богом, который был евангелисту дан. И дальше он говорит о том, что он имеет в виду «Слово жизни». Вот такое наименование Господа Иисуса Христа «Слово жизни». Два важных здесь момента. Во-первых, конечно, обратим внимание, что и в начале Евангелия тоже евангелист говорит о слове, которое было у Бога от начала. Это, по-видимому, такой крылоугольниками его мысли, начиная с которого он разворачивает и евангельское повествование, и те мысли, которые здесь в этом послании. И второе, что тоже необходимо помнить, он, скорее всего, пользуется понятием иудейского богословия, иудейского богословия, которое одной из форм присутствия и действия Бога в этом мире наряду со славой Божьей, с Духом Божьим, с Мессией Христом, также считают такой формой, проявлением и силой действующей, через которую Бог являет свою волю в этом мире, слово. Слово, подразумевая закон Тору или слово премудрости. Иудеи нередко думают о том, что у Бога сначала существует вот это слово о том, как должен быть устроен мир, что такое жизнь и смерть, а потом уже мир, в котором этому Божьему слову надлежит стать Торой, законом жизни. По случайности, по исторической случайности и недоразумению разнообразные толкователи, большей частью средневековой, но и позднейших времен тоже соотносят это самое слово в первой главе Евангелия от Иоанна и в первой главе первого послания Иоанна с логосом древнегреческой философии. По недоразумению, исключительно потому, что евангелист использует то самое слово логос, потому что пишет по-гречески. Но смысл все же несколько другой. И во всяком случае, употребление этого слова ни в коей мере не свидетельствует о эллинизированности мысли автора этого послания. Но это, в конце концов, даже и не главное. А главное, что он говорит о слове жизни. Вот потрясающие слова вы в втором стихе смотрите. Потому что жизнь явилась, и мы видели, и слышали, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь. Она не там где-то, в проекте, где-то за облаками, как часто тоже мы представляем себе в соответствии с рисунками Жанны Эйфеля, что где-то там на пушистых облаках дедушка с нимбом, и там вот, значит, вечная жизнь. Евангелист говорит, вот жизнь настоящая, та, которая не побеждается смертью, та, которая исходит от Бога, от настоящего источника. Эта жизнь явилась, она теперь здесь, в этом мире. Это догматическое утверждение, которое настолько бесспорно, что с ним никто не спорил, и его никто поэтому не стал в качестве догматического утверждения оформлять уже в эпоху Вселенских Соборов. Суть, однако, в том, что настоящая жизнь не когда-нибудь, а прямо здесь и сейчас, именно она явлена христианам, и посреди того безумия, в котором пишется это послание, потому что это непрекращающиеся войны, это чехарда императоров, где через две недели один сменяет другого, и, в общем, абсолютное стирание этических норм вот посреди всего этого пульсирующего гноя и безумия мира. Жизнь явилась, жизнь явилась, мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту же вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Была у Отца и явилась нам. Вот настоящая, подлинная жизнь, которая исходит от Бога. И дальше евангелист отчасти повторяет предыдущий стих. Это, к слову сказать, характерная особенность того, как построен текст первого послания Анна, потому что в каждой следующей вкразе, в каждом следующем стихе мы видим отчасти повтор, отчасти развитие того, что было сказано выше. Исследователи текста часто называют это иоанновской цепью, когда каждая следующая мысль, как звено в цепи, является продолжением предыдущей. Итак, вот он говорит, мы видели и слышали и возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами. Вот это слово «общение». Современные переводы нередко пользуются здесь словом «причастие». Хотя, конечно, оно кажется неожиданным, но оно очень точное. Речь идет о том, чтобы нам быть вместе. Как мы причащаемся к Христу в святых тайнах, так евангелист хочет, чтобы вместе с ним причастны были его читатели Христу. А наше причастие, наше общение, говорит он, с отцом и сыном его Иисусом Христом. Мы, так или иначе, все вместе становимся частями единого целого, в центре которого Христос – Слово Божие, Слово Жизни, исходящее от Отца Небесного. И поэтому, говорит он, мы это все пишем, мы это все пишем вам для того, чтобы радость была наполненной, была окончательной, была совершенной, чтобы ваша радость преизобиловала. Итак, первый абзац говорит о том, что мы вам рассказываем, жизнь явлена, жизнь вечная, настоящая, дана нам. Мы об этом вам свидетельствуем, чтобы и вы приобщились этой жизни, как и мы приобщаемся подлинной, настоящей, вечной жизни в Отце и Сыне. Теперь второй абзац первой главы, вторая часть, начиная с пятого и до десятого стиха. Это, собственно, начало разговора о том, что же такое верить, как христиане, что же такое думать, как христиане, что христиане возвещают этому миру, ну и на самом деле сначала себе, а потом этому миру, что такое благовестие. Многие апостолы, к примеру, тот же Павел, неоднократно пользуются этим словом и говорят, вот там, мое благовестие здесь, вот благовестие, которое мы слышали от него. Евангелистан, в общем, не склонен говорить мое или наше, он говорит, то, что мы слышали от Христа, вот в чем оно заключается. Люди, если их случайно поймать за пуговицу на паперте или где-нибудь в церковном дворе, будут говорить разное на вопрос о том, в чем же заключается благовестие, которое мы с вами все слышали от Господа Иисуса Христа. разное, правильное, конечно же, правильное. Мы будем говорить о воскресении Христовом, кто-то догматически подкованный знает, что полагается на такой вопрос отвечать, что там учение о Троице, кто-то будет говорить о заповедях, которые Бог дает нам, Евангелистан дальше будет говорить о заповедях весьма подробно. Много разных вещей. Вот как смотрит сам Евангелист на то, в чем центр, в чем смысл, как можно одной фразой сформулировать суть благовестия. Вот как. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. С одной стороны, мы привыкли, мы даже неоднократно слышали эти слова. С другой стороны, в общем, не очень вдумываемся, в отличие от Евангелиста. И поэтому не вполне понимаем, а что такого? Ну, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Ну, хорошо, дальше что? А для Евангелиста это самое важное, потому что чего только люди о Боге не говорят. И он справедливый судья, что, по-видимому, правда. И он грозный каратель за нарушение, что, несомненно, так. И он создатель звездных миров, которому, в общем, не очень есть дело до какой-то слизи, копошащейся на одной из заштатных планеток. Наверное. Бог там. Много чего. В Боге бесконечная сложность. В нем там совмещаются то и другое. Ну, чего только люди о Боге не говорят. Иоанн видит, зная Иисуса Христа, он видит и говорит, в Боге только свет. Бог есть свет. И никак ничего темного, мрачного, пугающего, злого нет в нем. Как бы он ни был сложен, непостижим и громаден, Бог – это один только свет. И все, что исходит от него, один только свет. И это совершенно удивительная вещь, потому что свет светит во тьме. И тьма его не охватывает, не побеждает. Как пишет в начале Евангелия тот же самый евангелист Иоанн. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И это серьезная, более того, достаточная причина для того, чтобы радость наша была совершенной. Все остальное Богом победимо. Все остальное подвластно этому свету. Поэтому евангелист предлагает увидеть этот факт, то, что Бог есть свет, как центральный, как суть благовестия. И дальше разговор начинается о том, а что же значит быть христианином, и как отличить, как на себя глядя, понять, а ты имеешь отношение к этому свету, проникает ли он в тебя, или ты во тьме. Потому что, если Бог – это свет, который является, и который побеждает тьму, и в нем нет никакой тьмы, где ты, где ты, в каком состоянии твое сердце, и, главное, твоя жизнь. И вот евангелист говорит здесь о том, что, понимаете, если мы причастны этому свету, говорит он, но при этом сами поступаем, как ходящие во тьме, то все вранье. Важный критерий. Критерий. Понимаете? Потому что, ну, мы можем сколько угодно рассказывать, как мы причастны Богу, духовное, свет в конце туннеля, там прочие разные. В те времена тоже множество было всяких мистико-аскетических практик, которые рассказывали, что они зажимают себе нос, дышат через раз ушами и в мистическом озарении созерцают незримого. Иоанн говорит, нет, Бог – это свет. Если ты ходишь во тьме, то ты врешь про него. Что же так значит ходить во тьме? А вот что. Если мы в свете, то мы тогда вместе друг с другом, причастны друг к другу, оказываемся друг к другу не чужими. Вместе. Дальше он будет подробнее говорить об этом на, так сказать, первом кругу описания своих мыслей. Вот он в первом приближении говорит, мы причастны друг к другу, имеем общение друг с другом, мы очищены кровью Христа. Не какими-нибудь другими способами. Не тем, что мы желтых бабочек едим, а зеленых бабочек не едим. Или там это едим, не это не едим. Там тоже в те времена уже были разные течения, которые исследовали влияние разновидностей пищи на психику. Ну, им было интересно. Вот. Иоанн говорит, нет, нас очищает не вот это вот все. Не вот это все мистика, аскетическое дело. А кровь Иисуса Христа. То, что Бог возлюбил нас и отдал Сына Своего в жертву за нас. Кровь Иисуса Христа освящает и очищает нас от всякого греха. Далее, евангелист говорит здесь о том, что, ну, хорошо, да, у нас есть грехи. Если мы делаем вид, что у нас их нет, да, если говорим, что не имеем греха, ну, это вранье. Истины нет в нас. Но, говорит евангелист, если мы исповедуем грехи, то тогда Господь, который верен и праведен, простит нам. Еще раз повторяю, у него нет этого выражения, но по факту то же самое. Десятый. Если говорим, что мы не согрешили, ну, тогда получается, что это Он лжив, и тогда Его слова в нас нету. Стало быть, вот это введение, в первой главе, введение к последующим текстам говорит о том, что Бог – это свет, свет Божий проникает в нашу жизнь, дается нам, потому что кровью Христовой мы очищены. И если мы в этом свете исповедуем свои грехи, то тогда есть для нас прощение. Если мы вместо того, чтобы ходить во свете, делаем вид, да, что у нас все в порядке, и не оказываемся вместе друг с другом, тогда это оказывается ложью и тьмой.